Доброе утро! В эфире программа «Новости дня» в студии Максим Самойлов. Прямо сейчас расскажем о самых заметных событиях региона. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем с предупреждения от регионального МЧС. В некоторых районах Оренбургской области ожидается сильная метель. На дорогах снежные заносы, порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте внимательны за рулем и по возможности отложите дальние поездки. В управлении ЖКХ администрации Оренбурга прошли обыски. По официальным данным, это совместная операция областного следственного комитета и отдела экономической безопасности МВД. Известно о задержании одного из чиновников. Речь идет о начальнике отдела технического контроля программ ЖКХ Ольге Ивашенко. Информацию о задержании подтверждают в администрации города. По версии следствия, чиновница получила крупную взятку – более 500 тысяч рублей. За эти деньги она должна была осуществить приемку, подписать акты выполненных работ по нескольким муниципальным контрактам. Оперативники провели обыски не только на рабочем месте, но и по месту жительства Ивашенко. В Следственном комитете области заявили о возбуждении уголовного дела. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МКУ ЖКХ, которое подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получения взятки в крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. На улице Мороза батареи едва греют. Что делать? С таким вопросом в редакцию ОРТ обратились жители дома номер 144А по проспекту Победы. Почти два месяца воздух в квартирах прогревается только до 16 градусов. Какая температура по нормативу должна быть в жилых помещениях и кто за это отвечает? Подробности в нашем следующем сюжете. Одеваемся. Одеваем шерстяные носки, в которых даже в носках таких мерзнут ноги. Уже привычное обмундирование, но оно не спасает от холода, признается Наталья. Поэтому обогреватель в квартире работает практически круглые сутки. Проблемы с отоплением здесь начались с середины января. С тех пор отметка на термометре не поднимается выше 16 градусов. Я звонила полтора месяца. И в ТСЖ, и в администрацию, и в ГЖИ. Тепловики говорят, мы даем отопление до дома дальше ТСЖ. ТСЖ говорят, тепловики убавляют отопление, у них норма. И вот такой замкнутый круг. А это уже счета в квитанциях. За однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр Наталья вынуждена платить больше 2000 рублей. И это только за отопление. Кутаться дома в теплые вещи вынуждены больше 400 оренбуржцев. Жители двух корпусов дома 144А по проспекту Победы. Я так день и ночь сижу, как я говорю, я не могу. Холодно. Не было. Я с 86 года живу в этом доме. У меня больничная есть. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот, пожалуйста. Полмесяца я работаю, полмесяца я лечусь. У нас очень холодно. Такого никогда не было. В комнате 16 градусов, а на кухне вообще там 14. Но у меня тоже постоянно горит этот обогреватель. Вы тоже звонили, обращались в ТСЖ? Конечно, звонили мы. Звоните туда, звоните сюда, звоните туда, звоните сюда. Вот ко мне лично не в слезы, никто не приходил. Управляющая компания солидарность уверяет. О проблеме знают. Специалисты постоянно контролируют подачу тепла. Однако состояние дома вызывает множество вопросов. Дом далеко не новый. Ему порядка уже больше 40 лет. И, конечно, когда раньше строились дома, ни о каком утеплении речи быть не могло. Плюс ко всему, управляющая компания солидарность на этом доме с 1 июня 2020 года. То есть мы еще меньше года как управляем. Это наша первая зима. Изначально, когда начался отопительный сезон, мы прошли опрессовку, хотя трубы были в плачевнейшем состоянии. Пока же оренбургцам предлагают потерпеть. Ремонтировать трубы будут весной. Юристы говорят, если в квартире было слишком холодно, можно сделать перерасчет за отопление. По нормативам в комнате не может быть холоднее 18 градусов, допустимая температура для кухни и туалета 18-24 градуса, для ванной 18-26. Почему в доме по проспекту Победы 144А эти нормы не соблюдаются? Теперь будут разбираться специалисты госжилинспекции. Оренбуржцы направили соответствующий запрос. Если и вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На нашем телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. О своей ситуации можно сообщать по номеру 8 800 257 00. Напоминаем, что звонок бесплатный. В Орске пожар в многоквартирном доме едва не закончился трагедией. Экстренно эвакуировано 16 человек, среди которых 10 детей. Известно, что ЧП произошло минувшей ночью на улице Крайней. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Горела квартира на первом этаже девятиэтажного дома. Подъезд заволокло густым дымом. Спасатели приняли решение эвакуировать людей и помогли жильцам выйти на свежий воздух. В результате проведенных боевых действий по тушению пожара спасено 16 человек. Из них 10 детей травмирован, 1 человек. На месте пожара работало 4 АЦ, 1 АЛ-30, 1 ствол РСК-50, 2 звена ГДЗС. Площадь пожара составила 15 метров квадратных. Мужчина, получивший травмы, госпитализирован. Причины пожара выясняются. Сейчас прервемся. Далее в программе вы узнаете. Погоня в стиле голливудского боевика. В областном центре развернута спецоперация с угоном и перестрелкой. Испуганная и раненая. Как в Оренбурге спасали косулю. Оренбург – один из лучших городов по расчистке снега. Областной центр стал четвертым в списке. Рейтинг составил крупный исследовательский центр. По их данным, положительно оценили работу служб ЖКХ 46% горожан. Наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать, согласны ли оренбуржцы с такими выводами. Нормально убирают более-менее. Правда, приходится звонить там. Я вот спрашиваю, они говорят, мы и сил выбиваемся, техники не хватает. Ну и ничего не сделаешь. Надо самим гражданам привлекать. Категорически недовольны. Абсолютно даже. Потому что, ну, не убирается снег. Снега очень много. Особенно частный сектор. Там вообще не пройдешь. На сравнении с теми годами, мне кажется, лучше. Средненько так. Особенно беспокоятся поселок Расташи, поскольку я там живу. В этом году там внутренние улицы не чистятся совсем. Живем, как в деревне Рябиновка. Центральные улицы-то расчищены. Вроде более-менее хорошо. А вот во дворах не проедешь. Во дворах желательно. Лучше, чтобы чистили. Не всегда у нас вовремя все делается. Более-менее трассы основные. А чуть в сторону, там уже снег. По данным нашего экспресс-опроса, мнения горожан разделились. Большинство опрошенных недовольны качеством выполненных работ. По их мнению, снег не дает ни пройти, ни проехать. Дороги расчищаются не вовремя. Но многие отметили, при этом дороги и тротуары на центральных улицах очищаются сразу после снегопадов. Погоня в стиле голливудского боевика. На улице Терешково и областного центра прямо на глазах проезжающих мимо водителей разыгралась целая спецоперация с угоном и перестрелкой. Работу сотрудников полиции зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как инспекторы ГАИ останавливают белый седан. Спустя мгновение появляются еще два автомобиля. Они пытаются блокировать легковушку с двух сторон. Из фургона выбегают сотрудники спецслужб. Реакция водителя молниеносна. Он срывается с места, таранит машину экипажа ДПС и сбивает с ног одного из оперативников. В ответ правоохранители открывают стрельбу и организовывают погоню. В региональном ОМВД пока не раскрывают все подробности спецоперации. На данной видеозаписи записирована работа сотрудников полиции по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Иная информация не распространяется. По данному факту, добавляют в ОМВД, сейчас проводятся дальнейшие оперативные мероприятия. Экскурсия по самому закрытому для обычных посетителей музею в регионе. Воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища побывали в музее управления ФСБ по Оренбургской области. Ветераны органов госбезопасности рассказали ребятам о работе разведчиков. Почему он уцелел? Он очень много весит, поэтому он здесь стоит очень давно. И благодаря тому, что у него такой неподъемный вес, он сохранился. Сказать, сколько лет этому сейфу сложно. Только ему известно, сколько здесь побывало особо важных и секретных документов. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе в Оренбургском музее управления ФСБ. Как и еще десятки других, не менее значимых и ценных экспонатов. Это оружие ближнего боя. И в танке, и в самолете он легко умещался. И сами знаете, в период Великой Отечественной войны началось становление воздушно-десантных войск. Вот для этих подразделений был придуман вот этот автомат. Здесь собраны экспонаты, которые прошли реальную службу. Как, например, вот эта книга. Уголовный кодекс 1938 года. Фотоаппараты и диктофоны. Обязательно атрибуты советского разведчика. А это так называемый спецтелефон для специальных людей. Таким коммутатором пользовались в 70-х годах. По нему обеспечивали связь. Но и как же без экспонатов сегодняшних дней? Все это оружие изъято в ходе операций. Самодельные взрывные устройства боевиков, противотанковые мины. И даже изъятый в Солилецке гранатомет. Он теперь тоже часть истории. Неподельный интерес кадетов подкупает. Признаются ветераны органов госбезопасности. Наша задача – показать, объективно рассказать молодому поколению, как у нас страна развивалась, какое значение имели органы госбезопасности в структуре государства, о подвигах, о которых можно сейчас рассказать. Ребятам это интересно, они задают очень много вопросов. И мы рады, что видим, так скажем, отлик у этого молодого поколения. И видим, что будущее в России есть. Экскурсия проходит с учетом всех необходимых требований, которые диктует эпидемиологическая обстановка в регионе. Небольшие группы слушателей, зато максимум возможностей успеть задать не только как можно больше вопросов, но и потрогать все своими руками. Мы очень благодарны за приглашение. Для наших кадет всегда интересно посещать подобные музеи города. И мало того, что кадеты не только в поиске познавательной информации сюда приходят, но еще и для своего будущего. Потому что буквально через два года они будут поступать в военные вузы Минобороны, а также все силовые ведомства. И для них это тоже хоть какой-то кусочек, но мотивации. Один из самых закрытых музеев Оренбурга сегодня стал ближе еще и к кадетам. Как признаются сами воспитанники училища, узнать некоторые секреты работы разведчиков было не только увлекательно, но и познавательно. Фотография на память теперь как напоминание о месте, куда может попасть далеко не каждый. Наталья Мороз, Георгий Брлутский. Новости дня. О спорте. В Оренбурге завершился чемпионат России по самбо. В течение трех дней за звание сильнейших сражались более 700 самбистов со всей страны. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Югеничу. Спасибо, Максим. Наш город с честью справился с проведением крупнейшего турнира. По единодушному мнению гостей, на высшем уровне были размещение, питание, организация тренировок и зал для соревнований. Причем времени на подготовку было крайне мало. Изначально чемпионат должен был состояться в Бурятии. Долгое время из-за пандемии не было определенности. В итоге санитарная ситуация там не улучшилась. И зеленый свет срочно дали Оренбургу. Как резервные заявки, но и также региону, где самбо в числе приоритетных видов спорта. Свыше 6 тысяч спортсменов занимается самбо в нашей области. У нас очень втулованные тренера. У нас есть чемпионы Европы, мира. Поэтому я думаю, что не зря федерация выбрала Оренбургскую землю для проведения чемпионата. Самбо – наше изобретение. Один из тех видов спорта, официальный язык которых русский. Не преувеличение, что национальный чемпионат будет посильнее многих международных турниров. По данным МИС-спорта, федерация самбо занимает в стране второе место по количеству региональных федераций – 78. Сегодня самбо – это наш национальный продукт. И мы сегодня запустили много проектов, которые продвигают наш вид спорта. Проект самбо в школу, проект самбо в вузы. Это дает возможность ознакомиться и познакомить наших детей и наше население с таким прекрасным видом спорта, который мы создали специально для себя, для своих детей, для своих военных. И это, думаю, самое то, за что мы должны гордиться. На ковры нашей главной спортивной арены СКК Оренбуржья выходили специалисты спортивного и боевого самбо. Полный контакт очень травмоопасен. И помощь врачей требовалась не раз. Боролись лучшие из лучших в своих регионах прошедшие отборы на городском, областном, затем окружном уровнях. Наравне с признанными, титулованными спортсменами громко заявляют о себе молодые и талантливые. Например, перспективный пензенец Гайбаев в поединке за бронзу победил шестикратного чемпиона мира Черноскулова. Ну, Альсима я уже давно знаю. Опытный спортсмен, шестикратный, по-моему, чемпион мира. Но нужно было очень сильно настраиваться. Был мой шанс попасть в тройку. Всегда на предыдущих соревнованиях я был где-то близко, но не получалось. В этот раз, слава богу, все сложилось хорошо. Всего разыгрывалось 22 комплекта медалей. Наше особое внимание к выступлению земляков. В такой представительной кампании попасть в призы крайне сложно. Первой это сделала Еина Хакимова из Бузулука, завоевавшая бронзу. Ну, а в заключительный день соревнований пришло и золото. Начинавшая карьеру в Соли-Леске, а ныне бузулучанка Жанара Кусанова, выступала в категории до 80 кг. На старте она уверенно победила международницу из Твери Амбарцумову. Затем справилась ростовчанка и Нужненковой. В полуфинале выиграла у сильнейшей соперницы, москвички Токарева. И в главном поединке сошлась с заслуженным мастером спорта Анной Балашовой в красном. Трехкратной чемпионкой мира. Жанара была предельно концентрирована. Заработав балл в середине этой тяжелейшей схватки, она контролировала поединок и ничего не позволила титулованной сопернице. И теперь, как чемпионка страны, Кусанова осенью отправится в Москву на чемпионат мира. А серебряные призеры турнира поедут в Италию на чемпионат Европы. В продолжение темы единоборств, можно сказать, смежного самбо-вида спорта, дзюдо, также одного из наших базовых. На юниорском чемпионате Приволжского федерального округа в Саранске оренбуржцы завоевали пять медалей, в том числе Мария Монанникова – золотую. Золото добыли наши и в Ульяновске в окружном первенстве по вольной борьбе, возраста до 16 лет. Первыми стали Арчанка Орлова, Домбаровец Конзитов и Оренбуржец Испалаев. А всего у нашей сборной 13 наград. Максим? Анатолий, спасибо. Обзор спортивных событий смотрите в каждом выпуске программы. Далее наша рубрика «Попали в сеть». На этот раз в кадре испуганная косуля, которая каким-то образом оказалась на территории президентского кадетского училища в Оренбурге. Животное выглядело сильно напуганным, истощенным. Воспитанники кадетки развернули целую операцию по спасению парнокопытного. Сняли все на видео и разместили историю в социальных сетях. Вот она, вот она, берет. На кадрах видно, напуганная косуля бегает между корпусами училища, ищет выход, на теле животного раны. Видимо, их гостья получила во время попытки перепрыгнуть через забор режимного объекта. Но специалисты предполагают, здоровью животного царапины не угрожают. Сотрудники училища провели настоящую спецоперацию по отловлю косули. Связали животное и вывезли из города. Беглянку выпустили в ближайший лесной массив в охраняемую пойменную зону. Там она не встретит охотников и быстро восстановится. Отметим, только за последний месяц это уже второй случай появления косуль в областном центре. Неделю назад дикое животное видели на улице Красина. Вот только дальнейшая его судьба неизвестна. По словам зоологов, такое поведение для диких парнокопытных не характерно. И скорее всего сложилось из нескольких факторов. Все-таки, наверное, ее кто-то преследовал, поэтому она сюда забежала. Я думаю, что с кормом больших проблем нет у косуль. Вот если она от предела населенных пунктов заходит, то это обычно вот в результате преследования какого-нибудь. Собаки могли загнать. Не исключают зоологи и вариант с браконьерами. Рассматривают и другую версию. Выйдя из леса и увидев машину, косуля могла испугаться. Поэтому советуют во время встречи с дикими животными им не сигналить и не мешать. Тогда лесные гости сами найдут дорогу домой. На этом наш выпуск завершен. Не переключайтесь. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Напомню, эту и другие программы вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Здравствуйте. Чем нас порадует погода в предстоящие сутки? Я расскажу вам через несколько секунд. Домашняя горнолыжка в гребенях приглашает любителей активного отдыха. Бархатный сезон продолжается. Склоны идеально подготовлены. Можно покататься на горных лыжах, сноубордах и тюбингах. Пожарить шашлык и просто провести чудесное время на свежем воздухе, большой компанией и дружной семьей. Для вас работают квалифицированные инструкторы и прокат качественного снаряжения за здоровьем в гребене. И это всего 15 километров от города. Теплая и влажная воздушная масса атлантического происхождения окажет свое влияние на погодные условия Оренбуржья. В ближайшие сутки облачно с прояснениями осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель. Ветер юго-западный и западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы 15-20. Ночью по области от 4 до 9 ниже 0, а в восточной половине до минус 15 градусов. А днем от 0 до 5 градусов мороза. По районам подробнее. Запад. Ночью 4,7 со знаком минус, а днем от 0 до минус 3. Центр юг. Ночью минус 7, минус 10, а днем от 0 до 3 градусов мороза. На севере 6,9 ниже 0 ночью, а днем от минус 1 до минус 4. Ну и на востоке ночью. 12,15 со знаком минус, а дневная температура составит от 2 до 5 градусов мороза. В выставочном зале Музея изобразительных искусств по адресу улицы Володарского, 13 в Оренбурге работает выставка заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Шлиюка «Лето зимой». Выставочный проект включает в себя живописные работы, выполненные на пленэрах различного уровня. На выставке представлено свыше сотни работ, написанных художником за последние 35 лет. Искусство Анатолия Шлиюка ориентировано на высокие достижения художественной культуры современности. Выставка работает по 14 марта. Не пропустите. В Оренбурге в ближайшие сутки осадки в виде снега и мокрого снега. Ночная температура составит минус 7, минус 9, а дневная от 0 до 2 градусов мороза. Атмосферное давление 741 миллиметра ртутного столба и будет расти. Фотограф Александр Мирзаханов проводит индивидуальное обучение фотомастерству в собственной фотостудии в городе Оренбурге. Учеником может стать желающий любого возраста. Занятия проводятся по индивидуальному гибкому графику. План занятий составляется также индивидуально, исходя из ваших базовых знаний, навыков и расчетов на глубину изучения фотомастерства. Телефон для записи на занятие 27 97 38. В рубрике не только о том, как восполнить энергию. Первое, что необходимо сделать, это избавиться от бумажного хлама. К нему относятся старые записки, газеты, журналы. Ничего из этого мусора вам не пригодится. Много лишней бумаги и коробок привлекут в ваш дом хаос. Следующий шаг – это избавление от треснувшей или старой посуды. И даже тарелочки с затертым рисунком отправьте в мусорное ведро. Такая посуда приносит в дом энергию безденежья. Ровно через сутки я продолжу делиться с вами этими простыми, но в то же время действенными советами. До встречи на телеканале ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин